Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной блок новостей из мира The Isle of Rima. Ну а перед началом данного ролика, как обычно, хотелось бы выразить огромную благодарность всем нашим донатерам канала за вашу финансовую помощь. Спасибо, друзья! Итак, начнем с первой новости. Разработчики в официальном дискорде поделились новым видеоматериалом, в котором показали анимацию привлечения Бэйпиозавра. Давайте рассмотрим ее. Из этого можно сделать выводы. Очень часто в последнее время разработчики нам упоминали про данного динозавра. То есть, если глубоко мыслить и верить, возможно, Бэйпиозавр может появиться в обновлении 5, гнездование и система скинов, следом за Галимимусом. Если даже этого не случится, данный полуводный, всеядный динозавр может появиться в обновлении 5.5. Как мы помним, в последнем или предпоследнем выпуске новостей я рассказывал вам, что много анимаций для Бэйпи и других динозавров уже сделаны аниматором. Около двух месяцев команда отдельно работала над этим активно. Сделан большой прогресс. Анимация привлечения Бэйпи также уже добавлена на дорожную карту. И, кстати говоря, на видео четко видно пол динозавров. Самец слева имеет более выраженный желтый окрас и большинство перьев на теле. Самочка справа наоборот. Также еще хочется отметить то, что Бэйпи не привязан ни к одному обновлению. Разработчик явно что-то не договаривает. И как мне ответил Панч, игроки начнут со временем удивляться. Надеюсь, что в хорошем смысле. Многие вопросы связаны с выпуском обновления 5 и закрытыми тестами. Панч мне ответил на данный вопрос. Обновление 5. Гнездование и система скинов. Полностью завершены. И команда приступила к так называемой полировке. То есть проверка ошибок в игре. Перед ее выпуском закрытые стресс-тесты. Стресс-тесты, закрытые по некоторым данным, могут начаться в середине-конце мая. А открытые тесты начнутся в начале июня. Если верить данной информации, обновление 5, полностью готовое, может выйти аж в середине лета. Конечно, это и моя теория, уже основанная на сложном выпуске и списке части игры. Так что прошу не судить строго. А если у вас есть что добавить, пишите в комментариях. Буду рад почитать их и, возможно, что-то познать. Конечно, все может измениться и все начнется раньше запланированно. Мы это уже не один раз с вами проходили. Да, сразу скажу. Мы все устали ждать. Но, согласитесь, с другой стороны, это нас еще больше заставляет вводить предвкушение. Что еще мы увидели в данный промежуток времени? Разработчики поделились с нами скриншотами будущего обновления. Первое. Система скинов. Нам отчетливо показали, как это будет выглядеть и работать в игре. В настройках скинов главного меню выбора персонажа. Про данную систему я уже рассказывал, но давайте еще раз вкратце пробежимся. Данные меню цветов будут функциональны. Но узоров будет немного. Постепенно разрабы будут их дополнять. Переключение вида динозавра на фоне самой игры. А также можно будет посмотреть изменения скинов со временем роста с помощью ползунка. Второе. Гнездование. Обратите внимание. Птеранодоны. Четко указывает на семейство. Фулл самец и фулл самка в гнезде. А рядом два хэтча. Их детенышей. Здесь отчетливо видно, как система скинов будет работать и передаваться по наследству. Самец фулл более темный. В то время самка фулл птеранодона выглядит более с яркими цветами кожи. По наследству. Для детенышей от обоих родителей передались оба цвета. Но яркие цвета больше дало детенышам. Также здесь работает определенная система, которая передается и имеет особый функционал. Смесь цветов появляется на других участках тела. Обратите внимание. Как по мне, это очень круто. Надеюсь, что вам понравился данный короткий блок наших новостей из мира и в Рима. И ты обязательно поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал, подпишешься на нашу группу ВКонтакте, канал Яндекс.Дзен и вступишь в наш Дискорд. Те ссылочки будут в описании. Ну, а также не пропускай наши стримы. На этом с вами я не прощаюсь. Желаю всем хорошего выживания в мире The Isle. Всем пока!